Кто это? Это Арик Айнштейн Как тебе эффект? Когда в кухню заходишь, бросаешь телефон в миску Завилаешь воду и варишь пиццу И варишь всё по телефону. Bonjour! Меня зовут Рома Дершу. И сегодня будем готовить салат Нисуас. Это такой типичный средиземноморский салат, который завоевал сердца израильтян много лет назад. Продается во всех пляжных ресторанах Израиля. Я рву сухие листья салата Романа. Нам много не нужно. Они являются, так сказать, подложкой. И, как англичане пишут в своих рецептах, кроватью. Типа там, что-то on the bed of. То есть это быть кроватью для нашего салата. Листья салата Романа. Теперь патент от меня. Когда нам нужно приготовить соус в небольшом количестве, всегда сложно, потому что блендер, он как бы подразумевает, что там какое-то есть наполнение блендера. А когда нужно соус на один салат, часто он салкивается с тем, что негде его готовить. Сейчас я покажу, как это делается. Тут очень простая заправка. У меня в этой полстанской баночке нарезано немножко оливкового масла. Лимонный сок. Вот так вот лимоны особо хорошо выжимаются. Лимонный сок. Один зубчик чеснока. Через чеснокодавилку. Можно еще один. Читок гарчица. Через чеснокодавилку. Гарчица. Соль. Или? и, очень желательно, герметично закрывающаяся крышка. И дальше делается вот так. Соус готов. Я выливаю соус на салат. Перфекто! Вот она, кровать для нашего салата. Далее. Туршковая посоль. Прямо вот как есть. Ее можно, если она свежая, ее можно отварить. Если она из заморозки, ее нужно просто, чтобы она оттаяла. Ее можно тоже врать немножко соусом, чтобы есть вкуса. Молодой картофель. Молодой картофель, который я буду использовать прямо с кожурой. Но у меня обычно лень чистить кожурой, поэтому мне так очень нравится есть. Комитор. Комитор. Это вот такая, знаете, абсолютно типовая подача салата не с у вас. Так, все выкладывается по кругу. Далее. Яйцо. Комитор. Комитор. И основной ингредиент салата не с у вас, тунец. Можно взять филе тунца. Свежее. И быстро, быстро обжарить его на сковороде. Ни в коем случае не до конца. Дать ему только корочку снаружи. А можно сделать так, как поступают владельцы в пляжных ресторанах и ленивые повара, это взять, купить самого дорогого консервированного тунца, который продается в больших банках, вот такими целыми кусками. Бывает, что открываешь банку с тунцом, а там стружка какая-то, вот такая кашица. Ни в коем случае это нельзя покупать, а нужно купать целого тунца в собственном соку вот такого вот огромные куски. Прямо вот так вот, сверху. Далее, можно кинуть петрушки и листик базилика. Ну скажи, скажи про базилик. Ну я выращиваю базилик у себя на балконе и петрушку тоже. А дальше, что можно сделать? Можно. Прямо вот так. Салат готов. Салат готов. Чем нужно разломать? Не так. И наколоть как можно больше. Вещина ваших дело. Видите что у меня получилось, у меня получилось так, наколол, я наколол труса, салат, помидор, кружку и картошку. Теперь нужен большой рот. Субтитры сделал DimaTorzok